Всем привет! Если вы меня еще не знаете, то меня зовут Рагун Александр. Мы находимся в нашей творческой студии, так сказать, где мы снимаем обучающие видеокурсы по ремонту стиральных машин, холодильников и так далее. И сегодня я вам расскажу, как у нас проходит процесс обучения, что в него войдет, почему он лучше, чем все остальные. Обо всем по порядку? Погнали! Если вы только думаете освоить профессию мастера по ремонту стиральных машин или холодильников, кондиционеров, ремонт электроники или еще что-то, то вы как раз зашли по адресу. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что не существует отдельно сантехника, которая меняет краны с горячей водой. То есть, ну вот не существует. Если есть сантехник, то он делает все. Также я всегда говорю, что если вы хотите ремонтировать бытовую технику, то нужно уметь ремонтировать бытовую технику всю. Не только стиральные машины или только холодильники. Вот чисто одно и все. Я дальше своих этих ничего не вижу. Не нужно в таком стадии, в такой формате пребывать, хотя большинство мастеров как раз-таки в таком формате и пребывает. То есть, они изучили стиральные машины и все. И потом они сидят и ноют. Блин, как мало заявок, как мало денег, почему же я так живу? А ты им говоришь, блин, досваивай в холодильнике. Да нет, это сколько же денег надо на инструменты? Ты говоришь, блин, ну подожди, ну 50 тысяч надо на инструменты. Сколько ты заявки зарабатываешь? От 5 до 10 тысяч. То есть, ты за 10 заявок отобьешь весь инструмент? И ты еще думаешь, такой, типа реп учешешь, такой, типа, заниматься или не заниматься? Блин, да конечно, заниматься. Мне вот скажите, куда можно вложить, там, типа, какую-то там 50-100 тысяч, да? И чтобы это назад вернулось в течение месяца. И потом начало приносить деньги. Я вообще даже не задумываюсь. То есть, вы под 10% годовых думаете нести вклад, 10%, а тут у вас 100% рентабельность в месяц, 100% в месяц, то есть, это 1000% годовых в год. И вы такой, типа, да нет, это дорого, это не мое. Не. Пойду инвестиции в Тинькофф лучше делать. На, давай ее, дружище, блин. Вот инвестиции, вот инвестиции, вот инвестиции. Это самая лучшая инвестиция. Итак, это к разговору о том, что есть, полно же есть курсов. Да, я не говорю, что мои курсы чем-то лучше, там, что он лучше всех, наш сайт лучше, нет, ну, единственная особенность, что вы не найдете преподавателя, или куратора, или наставника, или еще кого-то, который бы вам рассказывал и про холодильники, и про стиралки, и про посудомойки, и про кофемашин, и про ремонт электроники, и рассказал бы, как пользоваться мультиметром, прошивать, и все это в одном человеке. Вы не найдете. Просто не найдете. То есть, ну, нет таких. Вот, ну, есть какие-то там отдельные люди, там, какой-то мастер плюс, да, там, он там ремонтирует чисто стиралки, и он про холодилки вообще не говорит. Почему? Ну, потому что он вообще не в зуб ногой про эти холодильники, да. Есть там чисто по холодильникам, там, какие-то мастера, которые они, ну, и в курсе они снимают про холодилку. Но невозможно, еще раз повторю, невозможно заниматься ремонтом холодильников, и не ремонтировать модули. Типа, ты пришел на заявку, у тебя холодильник, и они все сейчас с модулями управления. И ты сломался модуль, и ты в каком-нибудь, в какой-нибудь деревне, или в поселке, или в небольшом городе, ты не можешь куда-то там съездить и какому-то модульщику отдать. Нет, да и опять-таки это отдавать, это дополнительные деньги платить. Зачем? Ну, нужно обучиться всему. То есть, и самому все ремонтировать. Ну, это же логично, типа, я всегда с мастерами общаюсь, я им вопросы эти задаю, они такие, типа, я не понимаю, вот, ну, у них как так? Ну, у меня первая задача, когда я начинал заниматься холодильниками, там, стиральными, первая у меня мысль в голове, так, ага, как ремонтировать модуля? Так, а как его прошить? А где программатор купить? Вот здесь программатор. А какой он нужен? А сколько? То есть, а у них никаких таких вопросов нет. Они, вот, как, ездили 20 лет, ремонтировали одни и те же неисправности, термостат, компрессор, термостат, компрессор. Да это, ну, как бы, здорово. Ну, ты, я свою... А говоришь им с ними, они, я 20 лет занимаюсь. Они приходят, вот, к нам в магазин постоянные, мастера, которые, там, 20-30 лет занимаюсь. Он приходит, говорит, я 20 лет занимаюсь. Ты говоришь, окей, а LG, ты, что делаешь? Да нет, я ничего не делал, я их, вот, ну, ухожу, этот, как вот. Окей, ладно, а вот, ну, на индезитах, вот, с дисплеями, когда жгутик переламывается, и горит и дисплей, и модуль силовой, ты что делаешь с такими заявками? Да нет, я ничего не делал, я ухожу. Окей, ладно, а Samsung, вот, вентиляторы с шаговым этим, как он, ты что делаешь? Да нет, я ничего не делаю. Так, а что ты делаешь-то? То есть, типа, тут термостаты меняешь, что ли? Я 20 лет, блядь. Ну, 20 лет ты термостаты меняешь. Как сантехник, который меряет чисто, краны меняет, и только с горячей водой. То есть, вот, это вот профессия, человек. И этот человек ждет, что в какой-то момент он вдруг начнет зарабатывать много. Что ты ждешь-то? Учись, осваивай новое, получай знания. Погнали теперь о плюсах и минусах. Вопросы. Почему такая цена? Наверное, это плохой курс, ведь остальные стоят 30-100 тысяч. Моя задача не сорвать с вас денег. И у меня никогда такой мысли, никогда такого желания не было. Я даже сейчас пишу это видео в режиме нон-стоп. Без склейки, без суплеров. Читаю и импровизирую. То есть, я говорю на вскидку. То есть, я говорю на... Ну, меня спросили, я отвечаю. То есть, никогда не было ни у меня, ни у кого-либо из моей команды желания заработать сейчас. Мы снимаем курсы. Для чего? Тут нужно понимать причинно-следственные связи. Есть два разных формата. Первый формат. Человек снимает курсы. Так же, как мы, да? И все. И больше ничего он не делает. То есть, какая его задача? Его задача заманить в этот курс, неважно уже там человек заплатил, а дальше уже неважно. То есть, будет он, освоит эту профессию, не освоит эту профессию. Деньги-то получены, как бы, все. И, соответственно, с этого клиента он больше нисколько не заработает. Соответственно, с него надо взять там по максимуму 30, 50, 100 тысяч. Он стирал сервис 31 тысяч за курс по ремонту модулей. Причем, на главной страничке этого сайта ихнего, как бы, наши схемы, которые мы рисовали. Как бы, ну, вы чё, ну, ребят, серьезно, как бы, Илья, ты же, ну, YouTube снимал, ты прикольный чувак, зачем ты так делаешь? Не суть. Суть в том, что есть один способ монетизации. Второй способ монетизации, это как раз-таки наш. Когда мы берем деньги просто чисто за вход, грубо говоря, там, 3-5 тысяч, да, то есть, чтобы человек, чтобы отсеять всех, всех, ну, желающих, которые вот с копом хотят где-то, и они все равно не доучатся, они все равно ничего не поймут, не будут заниматься. Мы их чуть отсемем, остаются только те люди, которые действительно хотят научиться, действительно хотят получить какие-то знания, они платят 3-5 тысяч, и дальше они будут покупать запчасти в Техномаг. И мы с ними уже, то есть, и наша задача научить их, то есть, цель-то, понимаете, в одном случае цель это взять, и все, дальше там иди куда хочешь, бери где хочешь эти заявки, делай что хочешь там, и вообще насрать на тебя. А у нас, почему так дешево? Потому что мне надо, чтобы вы научились, чтобы вы потом стали нашими клиентами по продаже запчастей. Вот и все, вся простая архметика, оно все просто и очевидно. Дальше. Я хочу изучить только ремонт модулей, зачем мне холодильники? История, про которую я уже говорил. Сантехник, который меняет кран с горячей водой. То есть, пожалуйста, есть те мастера, которые говорят, да я уже так это все знаю, короче, ну окей, заходи быстренько, вопросики отвечай, быстренько, контрольный вопрос, типа, что такое контрольная сумма, что такое этот, как он, ну поп-поп-поп, теорию быстренько ответил, если ты все знаешь. Без проблем, переходи к другому уроку. Не вижу в этом никакой проблемы. То есть, быстренько пройти и что-то ответить, получить вопросы. Так, я хочу приехать к вам физически и поприсутствовать. Ну, понимаете, многие хотят, многие встречаются со мной в магазине у нас вот в Ярославле на Большой Октябрьской, встречаются, начинают разговаривать, еще что-то. Друзья, я очень бы рад с каждым с вами лично пообщаться. Но, к сожалению, у меня эмоционально не хватит сил, понимаете? То есть, когда вы общаетесь, вы чуть-чуть частичку меня забираете. То есть, и потом приходится достаточно тяжело, происходит выгорание, происходит, ну, тяжело вообще в принципе жить, когда вот с одним пообщаешься, с другим пообщаешься, с третьим пообщаешься. Я еще плюс общаюсь с людьми на улице, ну или в магазине, или где-то встретился с мастером. Я с ним общаюсь точно так же, как я с вами сейчас на камеру разговариваю. Ну, точно самое, один в один. Вот, и поэтому это очень эмоционально. И как вы себе это представляете? У меня здесь, ну, личные вещи, то есть, я здесь вот переодеваюсь, там, чай пью, кофе, как бы. Я же не могу вас сюда, всех желающих сюда позвать, как бы. Ну, это будет просто арендовать какое-то помещение и там это делать. Ну, это будет говно. Почему? Потому что ты не можешь туда таскать постоянно оборудование, уносить оборудование. Здесь-то я сейчас вот буду снимать курс, я проштраблю здесь потолок и стиральную машину буду поднимать на лебедке. То есть, понимаете, где, в каком арендном помещении или классе в каком-то. Да и зачем смысла я не вижу, чтобы с Краснодара или с Хабаровска приезжали в Ярославль, им же надо где-то в гостинице останавливаться, еще что-то. Нет, в этом нет никакой логики. Сейчас все онлайн и все это доступно без проблем. Что будет, если мне не понравится? Если вам не понравилось, то без проблем пишите, опять-таки, мне в чат. У вас есть доступ к моему личному телеграмму. Пишите мне в телегу, говорите, Александр, что-то как-то слабо, я вообще другим решил заниматься или еще что-то. По мере того, сколько вы прошли, сколько вы просмотрели контента, мы просто удержим с вас то, что вы уже получили. То есть, если вы прошли один урок, да, то есть, из практического курса и вам не понравилось, без проблем мы возвращаем деньги за минусом одного урока. То есть, если там, допустим, 10-20 уроков, да, то есть, делим и без проблем возвращаем эти деньги. Ну, никакой проблемы в этом нет. Есть кому-то нравится, кому-то не нравится. То есть, и все окей. А, почему нет, о, прикольный вопрос, почему нет фотографии вас на Мерседесе и гарантии, что я буду зарабатывать 500 тысяч сразу? То есть, большинство людей, вот, я прямо смотрю, эти мне рекламы постоянно же этот, как он, там, не будем называть, как называть. Да хотя, богатый мастер, они называются, их, ну, богатый мастер еще вроде как нормально, этот, как он, ну, там, этот, как он, не слыша я негативных отзывов, по крайней мере. То, что у них там космические цены, понятно, что, ну, у них есть штат маркетологов, штат тех, кто пишет курсы, тех, кто организует все это, да, тех, кто по телефону общается. То есть, из-за этого такая цена, как большая, у меня нету ни маркетологов, ни менеджеров, ни на рекламу я деньги не трачу, соответственно, у меня цена 4 900, там, или сколько, ну, на текущий момент 4 990, по-моему. Неплохие ребята, и они дают картинку чувака, короче, на Мерседесе такой, типа, что я освоил умную профессию, теперь я зарабатываю 500 миллионов, миллиардов долларов. В сутки, и прямо вообще легко живу, где-то там, в небесах. Ребят, нужно понимать, что, ну, вот сейчас я вам честную дам, это, честные цифры, чтобы заработать на 2022 год, такой сегодня, 8 или 11 апреля, на 11 апреля 2022 года, чтобы заработать 100 тысяч, или хотя бы там 80 тысяч, ну, нужно быть, первый, профессионалом, второй, трудолюбивым. Трудолюбивый профессионал зарабатывает без проблем 80, 100, кто-то там понаглее зарабатывает и 120, и 200, да, вот, но 500, даже 100, если вы не профессионал, а профессионалом, пройдя любой курс, любой курс, вы не станете. Поймите, для того, чтобы стать профессионалом, нужно время, хотя бы лет 5. Вот, вот, просто 5 лет практики. Это вы более-менее, там, средний, middle такой, знаете, то есть до года, год, два, три, вы джуниор, то есть вы начинающий мастер, от 5 до 10 лет вы middle, да, то есть такой средний мастер, да, от 10 лет вы, конечно, уже сеньор, то есть вы уже такой, типа, блатной мастер, вот, это с программистских, я вам говорю, критериев. Нельзя пройти какой-то секретный курс, вам там расскажут секреты, там, этот, как он, нет. В чем особенность, скажем, моего принципа обучения? Я обучаю от и до, то есть от электронов и заканчивая, там, какими-то сложными и забарными процессами в цикле корно в холодильнике, да, то есть стараюсь это делать максимально доступным и понятным языком. Вот и вся разница. То есть я не беру какой-то конкретный участочек, да, то есть я рассказываю и по бизнесу, да, как открыть ИП-шку, как, какие нужны формы для отчетности, где вильнуть по налогам, там, прочее, как бы, вот, это все, пожалуйста, в доступности. Так, откуда я могу знать, что вы профи? Можете посмотреть наш YouTube, если его еще не заблокировали, наш Instagram, свят-свят, я это не говорил, запрещенный на территории, или что там надо говорить, вот. Ну, короче, можете посмотреть фоточки, мы есть и практически на всех федеральных телеканалах, каждый день мне пишут всяческие, там, MVideo, вот недавно, вот, буквально на днях MVideo писала, говорит, давайте, типа, ты будешь лицом нашего YouTube-канала, там, или что-то. Я говорю, ребята, а сколько денег вы даете? Они такие, типа, 5000 за ролик. Я говорю, ребят, спасибо. Нет, за 5000 мне съездить, типа, в Москву, там, сняться из Ярославля, да, то есть вернуться назад, потратить, там, весь день, чтобы 5000 заработать, как бы, нет, ребят, ну, это не серьезно. Так, он точно так же, я пытался там работать с ТВЦ, с НТВ, Россией, телеканалом, и, ну, они все такие, типа, ну, ты снялся, как бы, окей. Вот, а так я, конечно, это дело не люблю. Как понять, что я профи, можно достаточно зайти на сайты SV19, BINEP, Alex Ragulin, Technomag, прочее, это все сделал я, они принадлежат мне, спрограммировал я, я больше 10 лет уже этим занимаюсь, разрабатываю программы и прочее, и если вы сомневаетесь, то можете просто покрутиться, вот по нашим, по всем проектам посмотреть, покоммуницировать, поконтактировать, покасаться, и вы поймете, что, ну, действительно, да, чувак давно в теме, и он может дать какие-то мне интересные знания. Не люблю, конечно, хотя нет, люблю я хвастаться, вот, посмотрите сами, если сомневаетесь, посмотрите, просто покопайтесь, да, просто загуглить, там, Ragulin, прочее, как бы, ну, посмотрите, то есть, оно все в свободном доступе, все ИПшки, все ООшки, то есть, все данные по этим организациям, то есть, можете прийти к нам в магазин, со мной пообщаться, то есть, ну, это все без проблем. Почему ваших конкурентов в вашей схеме говорят они вашими словами? Да, по схемам, это Илья стирал сервис, вот, ну, блин, ну, ты же первый свой программатор покупал в Technomag, блин, Илья, давай этот, как он, убери нашу схему, пожалуйста, я тебе не пишу, я тебе публично говорю, но если ты делаешь какой-то продукт, вот у меня все, вот, ты открой, допустим, там, прошивка с МАТА, да я, там, или курс молодого холодильщика, вот эти все рисуночки я криво-костно, я нарисовал сам, но нарисуй сам тоже, ну, пускай это будет некрасиво, еще что-то, но нельзя плагиатом заниматься, вот, какие-то, я видел, у меня вот эти чемоданы, им уже больше 10 лет, и, по-моему, богатый мастер или какой-то, ну, я не помню, ну, кто-то, и вот из тех, кто преподает курсы, он, они взяли вот эту моду на блестящие чемоданы именно с нас, и мы 100% знаем, что мы именно с нас, потому что я первым рассказывал про эти блестящие чемоданы, что впечатлить клиента надо, вот, ну, что, спецодежду, блестящий чемодан, какой-нибудь умный прибор, вот, с кучей проводов, и ноутбук, еще, если все, прямо, клиент твой. Еще есть какой-то, этот, как он, мастер, парень, ну, он нормально, кстати, преподает из Казахстана, по-моему, он, не помню, как он в Инстаграме у нас есть, я ему переписывался даже с ним, ну, прикольный чувак, он этот, как он, наш стенд по устройству стиральной машинки делал подобные, как вот у нас стенд, у нас в свое время висел, как этот стенд в магазине на Большой Октябрьской, где там двигатель, модуль, там, прочее расположено, это, как бы, мы уже в шестнадцатом году, там, что ли, или в пятнадцатом году, мы уже этот, у нас эта фигня висела, и мы по нему рассказывали уроки, вот, ну, так или иначе, в пятнадцатом или шестнадцатом, я вот не помню, когда мы первый урок сняли, это было, конечно, ну, первое, мы начали это движение, и я очень рад, что у нас появляются конкуренты, я рад, что они могут дать вам обучение, дать вам выбор между вот этим, тем, всем, и я думаю, что все вместе мы придем к какому-то пониманию. И последнее, как еще раз проходят уроки? Урок состоит из видеочасти, теоретического, да, точно так же, как и вот бесплатные есть курсы, вот, в бесплатный курс заходите, выбираете, допустим, какой-то урок, там есть видео, есть теоретическая часть, есть, можно задать вопрос, можно написать комментарий, можно мне в чат написать, если вы записаны на практический курс, что вы получаете? Вы получаете дополнительные, более глубокие знания к бесплатным курсам, вы получаете личный доступ со мной, вы получаете возможность писать, комментировать, задавать, спрашивать и делиться всей информацией. Пока все работает, и мы будем делать все для того, чтобы все работало. Пока видео сейчас вот в ютубчике, да, ну, мы уже делаем свой сервер, чтобы в любом случае, даже если заблокирует ютуб, чтобы у нас в любом случае курсы шли, продолжали, функционировали и были доступны всегда. Вопросы пишите в комментарии, всего доброго, лучшего, пока!